Ночь выборов Итак, с 8 утра в Бурятии работают с избирательными участками. Республика выбирает нового главу. Кандидатов все знают. На пост трое. Это исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Циденов. Он представляет Единую Россию. Сергей Дорош от ЛДПР и Бато Богдаев, коммунисты России. Также сегодня проходят дополнительные выборы в Улан-Удэнский горсовет по двум округам. В республике выбирают главу жителей Джидинского района, а в Кабанском проходят выборы депутатов райсовета. У Улан-Удэя сегодня открылось 170 избирательных участков. Все они доступны для горожан с ограниченными возможностями. Сегодня работают специально обученные волонтеры, которые оказывают помощь маломобильным гражданам. На 10 утра явка жителей по республике составила почти 8%. Это 50 тысяч человек. Наиболее активно сообщают жители Акинского района. Там с начала открытия участка проголосовало 30% от общего числа избирателей. А в Улан-Удэй сегодня на выборы пришла собака с паспортом. Видео появилось в сети. Как сообщило агентство Восток Телеинформ, произошло это на участке 743 в поселке Загорск ЖД района. Собака с паспортом в зубах прошла на середину помещения для голосования, помахала хвостом и ушла. Как выяснилось позднее, паспорт у собаки был хозяйкин, с которой она и пришла на голосование. Но сегодня еще до открытия избирательных участков к нам в редакцию стали поступать жалобы избирателей о нарушениях. Нам шлют видео, которое сейчас внимательно изучают журналисты. Однако с некоторыми запрещенными в день выборов технологиями столкнулся лично мой коллега Садном Ирдынеев. Давайте его послушаем. Первая жалоба на незаконную агитацию поступила с избирательного участка номер 801, которая находится в школе номер 32. Как сообщили члены участковой избирательной комиссии, прямо к воротам здания, где проводится голосование, подъехал грузовик, с которого, по их словам, велась незаконная агитация. Это фото сделано ими. В 7 часов 30 минут перед открытием избирательного участка непосредственно на входе в школу номер 32 обнаружен был грузовой автомобиль с баннерами на бортах, о чем было немедленно доложено в территориальную избирательную комиссию Октябрьского района. И правоохранительные органы приняли соответствующие меры, чтобы убрать эту машину и баннеры. На момент приезда нашей съемочной группы баннер был свернут, однако микрогрузовик по-прежнему стоял на месте. Поступает к нам и видео, сделанное самими избирателями. По их сообщениям, возле отдельных участков дежурят подозрительные лица, пытающиеся совершить подкуп людей, идущих на голосование. Машина одного из волонтеров на улице Шумятского была повреждена. А что ты мне сделаешь? Сейчас сделаем. Колесо проходим. Когда я достала телефон, чтобы сделать видеосъемку, они начали угрожать, что проколют мне все колеса, что они и сделали. Вот ножевой, да? Покажи. Да, вот ножом прокололи, получается. Вот здесь вот ножом прокололи. И вот на этом полосе тоже ножом прокололи. По всем заявленным жалобам и инцидентам ведется расследование. Содном Ирданеев, Жаргал Цариндашеев, Новости дня. Некоторые кандидаты на пост главы Бурятии уже отписались в социальных сетях и не применули сфотографироваться со своими бюллетенями и галочками. А вот нынешний исполняющий обязанности главы республики голосовать сегодня не будет. Прописку Алексея Цыденова московская. Поэтому посещать избирательные участки, как избиратель, он не может. Но на один пункт он сегодня нанес таки визит. Все подробности у моей коллеги Алифтин Дармаевой. В 33-й гимназии голосуют жители центральных районов Улан-Удэ. Здесь работают сразу две избирательных комиссии. Отмечу, что явка здесь высокая. На 11 часов проголосовало порядка 15% избирателей. Всего же должны проголосовать 3000 человек. Здравствуйте. Бюллетень обработан. Избирательные участки оборудованы здесь по-разному. Один избирательный участок оборудован системой КУИП. Это система электронного подсчета голосов. Другой участок здесь подсчет голосов ручной. То есть оборудован он по старинке. Для избирателей устроили настоящий праздник. Для них выступил театр песни и танца «Забава». Собрало большое количество зрителей. Ну и вообще здесь виден большой ажиотаж. Причем голосующих на утро. Очень много голосующей молодежи. Что вообще для выборов не свойственно. Обычно в раннее время приходят голосовать люди более пенсионного, старшего поколения. И вот мы разузнали у молодежи, почему они здесь, почему голосуют. Голос наш. Услышали, что мы голосуем за определенного кандидата. Мы надеемся на то, что что-то изменится. Наши проблемы решат. Я думаю, надо всем ходить и голосовать. Каких проблем ждете решения? Каких конкретно? Ну, в основе у нас сейчас касается как молодых родителей. Это очереди в детские сады, это жилье, доступное жилье для молодых семей. Ну и также школы тоже. Потому что ответственность, прежде всего, ну и долг, наверное, да, отдать, чтобы все-таки наш голос был решающим в принятии решения, правильного решения. Ждете же какие-то изменения? Конечно, конечно. Какие? Изменения обязательно, ну, изменения вообще в целом в экономике республики Бурятия. В какую сторону? Ну, конечно, в положительную, в лучшую сторону. То есть повышение уровня жизни, зарплат, да? Конечно. Также отмечу, что около 11 часов утра этот избирательный участок посетил временно исполняющие обязанности главы Бурятии. Он смотрел, как проходят выборы, поинтересовался, также были ли нарушения. Председатель избирательной комиссии отметил, что здесь никаких нарушений пока нет. Все проходит спокойно, в штатном режиме. В моей, допустим, избирательной, участковой избирательной комиссии работает 8 человек с избирателями. И 4 кабинки для голосования. Плюс 2 КАИБа. Вы можете наблюдать, что столпотворения никакого нет. И члены участковой избирательной комиссии справляются, да? И избиратели постепенно, друг за другом, проходя, давки никакой нет. Алексей Цыденов также рассказал, почему он не голосовал. Это связано с тем, что он проживает во временном жилье в Сотниково, и там невозможно зарегистрироваться. И также вновь отметил, что эти выборы важны высокой явкой избирателей. Явка очень важна. Высокий процент явки показывает высокую активность граждан. И высокая активность граждан – это ресурс, с которым можно решать вопросы. То есть, если я знаю, что за мной или за любым какого-то региона активный граждан, когда он решает любые вопросы, то вопросы решаются быстрее. Понимаю, что за ними есть поддержка. И, скажем так, нерешение каких-либо вопросов может вызвать такую же активную позицию людей, которые высказывают свое недовольство, если какие-то вопросы не решаются. Поэтому в тех регионах, у которых население неактивное, апатичное, не стоит на голосование, те регионы, как правило, меньше поддерживаются и на них меньше обращают внимания. Поэтому, если наша республика активно проголосует, будет большой процент явки. Причем граждане могут проголосовать за того, за кого считают нужным. Поэтому вопрос даже не столько в процентах за конкретного кандидата, сколько в процентах самой явки. Именно то, что граждане имеют активную жизненную позицию и активно стоят за защиту своих прав, за защиту своих интересов. Все избирательные участки сегодня работают с 8 утра до 20.00. Проголосовать еще можно и нужно. Голосовать можно по месту регистрации. Если вы не взяли специальное заявление, тогда можно голосовать там, где вам удобно. Одними из первых на избирательные участки приезжают высокопоставленные чиновники республики. Так свой голос отдал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», заместитель председателя Народного хурала Бурятии Владимир Павлов. Подробнее расскажет мой коллега Баир Цедыпов. 15 лет жители республики не могли сами выбирать главу Бурятии. Поэтому сегодня тот самый день, когда демократия покажет себя во всей красе. Избирательный участок за номером 696. Здесь голосуют жители железнодорожного района. С 8 утра сюда приходят люди исполнить свое гражданское право и определить будущее на ближайшую пятилетку. Одним из первых на участок приехал заместитель председателя Народного хурала Бурятии, секретарь бюро партии «Единая Россия» Владимир Павлов. Жители, избиратели республики Бурятии, они заинтересованы в том, чтобы наша республика стабильно развивалась. И уверены, что выберут достойного, который способен эффективно работать на благо развития республики Бурятии, который может выполнить волю народу, который может оправдать доверие народу и сможет стабильно обеспечить стабильность, межнациональное согласие, хорошее развитие экономики и в целом поступательное развитие всех отраслей нашей республики и повышение доходов населения, и в целом создание комфортных условий для жизни, работы наших людей. На избирательном участке вблизи железнодорожного вокзала смогут проголосовать почти полторы тысячи человек. Сегодня с утра солнце, как-то настроение у всех поднялось, люди идут на выборы. В прошлом году мы проводили выборы в Государственную Думу, там голосовало порядка 40 с лишним процентов избирателей, которые находятся у нас на участке. В этом году открыли, народ пошел, вроде с воодушевлением идет, и планируем, ну, наверное, тоже где-то в этих пределах положиться. С утра с позаранку, как и положено, приходят люди возрастные. Они видели всех президентов и глав Бурятии. Может, поэтому делают выбор осознанно, опираясь на опыт. Будем надеяться на лучшее, уж насколько мы плохо жили при всем этом безобразии. Будем надеяться. Вот я лично связываю с новым лидером свои надежды на улучшение жизни вообще в целом населения республики Бурятии. Каким вот должен быть, на ваш взгляд, глава Бурятии? Ну, буквально пару слов о характеристике. Каким? Целеустремленным, очень позитивным человеком, ну и честным, прежде всего. Сегодня в Бурятии в общей сложности проходят 13 избирательных кампаний. Основные – это, конечно, выборы главы. Также жители города выбирают двух депутатов городского совета. Остальные – это выборы в органы местного самоуправления. Баир Цедыбов, Сергей Костенко. Новости дня. На телекомме «Новости дня» в студии Марии Латыша мы продолжаем беседу. И ход голосования мы сегодня обсуждаем с экспертами в студии в прямом эфире. Первым нашим гостем стал политический обозреватель, владелец портала «Азия Рашадели» Бату Ачиров. А прямо сейчас у нас депутат народного хурала Баир Циренов и даже гость из Хакасии. К нам приехала заместитель председателя избирательной комиссии Хакасии Ирина Сергеевна Адмаева. Здравствуйте, Ирина Сергеевна. Здравствуйте. Вы, я так понимаю, приехали по обмену опытом к нам, да? Давайте расскажите, с какой целью приехали посмотреть на наши выборы и как ситуация предвыборная в Хакасии сегодня складывается? Ну, надо сказать, что в республике Хакасия не такие важные для нашего субъекта выборы. У нас проходят в основном выборы в органы местного самоуправления. Основной целью нашего визита явилось то, что в вашей республике будет использоваться новый порядок включения избирателей в списки избирателей по их местонахождению. Используются они уже у вас на выборах главы вашей республики. У нас такая технология будет применяться впервые в 2018 году на выборы президента, ну и, соответственно, на важных выборах для нашего субъекта, которые также состоятся в сентябре следующего года. Конечно же, опыт ваш бесценный. Надо сказать, вот эти вот четыре дня, которые мы находимся в вашей республике, мы объехали часть участковых комиссий, побывали в субъектовой комиссии, конечно же, в территориальных избирательных комиссиях. Надо отметить о том, что выборы организованы высокопрофессионально, учитывая то, что по тому, что будет процедура порядка внесения избирателей в списки избирателей по их месту пребывания у вас применяться, еще новая технология у вас применяется по составлению протокола участковой избирательной комиссии с применением машиночитаемого кода, так называемого кваркода. Конечно, огромная разъяснительная работа уже избирательной комиссии Республики Бурятии сделана, поэтому я думаю, что сегодня все состоится у вас, выборы пройдут на достаточно высоком уровне, избиратели действительно, на мой взгляд, проинформированы, ну а, конечно, результаты, тот опыт, который потом комиссия будет обобщен, он, конечно, будет бесценен для нас, как для субъектовой комиссии такой же республики, как вы. Ну, я думаю, вы наберетесь опыта у нас, работа во все идет. Вы были сегодня на каких-то избирательных участках? Да, конечно, я не знаю номера, но, тем не менее, с утра мы проехали, вот сейчас планируем буквально после обеда проехать в территориальную избирательную комиссию, то есть, вашу базовую, и непосредственно посмотреть уже организацию работы там. Понятно, Баир Дашевич, вы уже проголосовали сегодня? Да, я проголосовал, у меня супруга проголосовала, Ольга Жгимитова, в общем-то, мы с сыном побывали на участках, в общем-то, и я побывал на нескольких участках по округу своему. Вы видели уже в социальных сетях эти фотографии. Давайте о специфике именно этих выборов. Чем они особенны для нашей республики? Они особенны для нашей республики тем, что впервые через 15 лет мы вновь избираем прямым голосованием главу республики, руководителя субъекта. У нас сегодня молодежь, уже несколько поколений, наверное, выросли, которые не избирали руководителя республики, и для них это должно быть вообще-то в новинку. И я думаю, что эти выборы еще важны тем, что у нас сегодня, как никогда, в общем-то, ощущаются перемены, которые происходят в республике, в городе. Мы видим, очень много сделается по программам городская среда, безопасные дороги, асфальтирование дворов и улиц. И вот эти выборы как раз проходят на фоне вот этих позитивных изменений. И я думаю, что народ это ценит. По моим ощущениям, на тех участках, в которых я побывал, люди идут с таким хорошим настроением, в общем-то, улыбаются. И мне кажется, явка была чуть выше, чем на выборах в Государственном Думе в прошлом году. Вот многие сейчас пишут, вызывает обеспокоенность. На 10 утра явка почти 8%. Не мало ли это в вашем случае? Ну, я думаю, что народ все равно, как бы, учитывая, что в воскресенье есть небольшая раскачка. Мобилизуется. Да, я думаю, мобилизуется. В общем-то, и проходят мероприятия возле участков. Они такие, я бы сказал, позитивные. В общем-то, где-то ярмарки, где-то концерты. В этом ничего плохого нет. Всегда было привлечение населения на выборы. Ведь при этом не говорится, что за кого надо проголосовать. Главное, прийти на выборы и показать, что те изменения, которые сегодня в республике происходят, они нам важны. И показать свою гражданскую позицию. Как вам собака на выборах? И некоторые нарушения, которые мы уже озвучили в эфире, и в социальных сетях уже пестрят, видео скидывают? Или без этого никак? Я думаю, что без этого было бы неинтересно. В принципе, жизнь не жизнь. Какой-то элемент, в общем-то, разнообразия должен быть. В общем-то, мы же все живые люди и не должны ходить с унылыми лицами. Если кто-то решил капельку веселья добавить, то это хорошо. Что касается предвыборных кампаний и кандидатов, все было ровно, гладко в этой кампании. Я думаю, что вот как раз специфика нашей кампании нынешней в том, что несмотря на какие-то дискуссии по поводу конкурентности или правильности оформления документов, особых истерик и черных технологий мы сегодня не наблюдаем. И это хорошо. Потому что это, с одной стороны, говорит о возросшем уровне сознания, наверное, участников избирательного процесса. А с другой стороны, это говорит о том, что какой смысл вносить какие-то такие усилия, когда и так все ясно. Но при этом ясно должно быть так, что мы поддерживаем конечный результат. Мы поддерживаем курс на перемены, который у нас сегодня провозглашен. Да будут перемены. Ирина Сергеевна, у меня к вам вопрос. Наверняка в Хакасии, вы сказали, что в следующем году у вас будет солнечный Хакасий. Ее называют так же, как в Бурятии солнечный. У вас как проходит при выборе? Обычно ровно спокойный регион, либо активный, жители ваши или... Вы знаете, по-разному. Все-таки зависит, наверное, от уровня выборов. Поэтому, если это выборы в государственную власть, и если есть конкуренция между политическими партиями и выдвинутыми кандидатами, которые имеют какой-то вес для республики, конечно, бывают по-разному. То есть бывают жалобы. Жалобы, как правило, возникают на правила ведения предвыборной агитации. То есть каких-то крупных нарушений в избирательной комиссии, как правило, не бывает. Но на местных выборах все друг друга знают, поэтому все проходит довольно ровно. Вы сказали о новых технологиях, которые уже на этих выборах у нас внедряются. Неизбежны они, эти новые технологии? Недостаточно того, что участки оснастили видеокамерами, наблюдателей там прибавилось количество? Все же нужно? Это необходимо? Вы знаете, это, наверное, в первую очередь. На мой взгляд, этот порядок включения избирателей в списке избирателей по местонахождению сделано прежде всего для избирателей. И, конечно же, для открытости и гласности избирательного процесса. Действительно, абсолютно правильно сказали, технологии не только избирательные, они идут вперед. И для меня было интересно посмотреть именно организацию включения в список избирателей, вот такой новый ресурс, как задействованный, когда заявления могут подавать через МФЦ, через портал государственных услуг. Это в большей мере, наверное, хорошо для тех избирателей, которые у нас молодые. То есть, как правило, им очень удобно, если они в единый день голосования, например, не смогут, или уже, вернее, знают, где они будут и не смогут прийти по месту своей регистрации. Они, конечно, можно сказать, не отходя от своего монитора, совершив определенные действия, зарегистрировавшись абсолютно правильно, мобильные приложения у всех есть, соответственно, совершив какие-то процедуры, они уже могут воспользоваться с этим порядком. Я посмотрела статистику, что действительно она хорошая, и говорят о том, что этот порядок имеет место на существовании, и дальнейшее развитие очень удобно для тех, то есть институт открепительных удостоверений на сегодняшний день отменен. И не надо бояться этих новых технологий, потому что, действительно, если хотя бы там один-два человека воспользовался, это уже хорошо. То есть мы говорим, действительно, внедрение, как я еще раз сказала, должно иметь вместо свое продолжение. И для меня было очень удивительно, у вас применяются КАИБы. У нас в Хакасии применяется комплекс электронного голосования. То есть у нас ряд участков, которые оснащены так называемыми сенсорными устройствами, когда точно так же приходят к нам избиратели в день голосования, но они не получают бюллетенья бумажного. То есть все это происходит в электронном виде, но тоже есть свои плюсы и минусы. Но мне сегодня было интересно посмотреть воочию, как работают КАИБы. И, конечно, честно говоря, это, наверное, все-таки ближе народу. Все-таки бумажный бюллетень, когда ты получаешь его, он ощущает это, что вот свое волеизъявление, ставя ручкой в кабине голосования за того или иного кандидата или за ту или иную политическую партию, вот эти волеизъявления. У нас, конечно, был опыт о том, что не всегда правильно понимали кандидаты вот эти вот карточки со штрих-кодом, мы просили непосредственно, но сейчас уже нормально, сейчас уже все привыкли. И я думаю, к технологии по поводу голосования через портал Госуслуг и МФЦ у нас тоже положительно будет. Я думаю, что технологии все же возьмут свое. Наверняка мы когда-то все же уйдем от этих бумажных бюллетеней. Как вы думаете, Боря Дашаевич? И вообще мне, как журналисту, очень интересна ваша позиция, как активному пользователю в соцсетях, как депутатах Урала. Каким вот вы представляете главу Бурятии, каким бы хотели видеть его сегодня? Какой нужен нам глава? Ну, нам нужен такой глава, который у нас сегодня есть, на самом деле. Да? Вы так считаете? Да, я так считаю. Все понятно. Ну, вообще, давайте не будем тогда сейчас персонифицировать, переходить на личности. Мне вот подсказывают, что явка составила 27, ну, чуть более 17 процентов на данное время составила явка в Бурятии. В принципе, это уже неплохие цифры, как считаете, Боря Дашаевич? Да, я считаю, что у нас же еще только обед, время, значит, половина. Обычно у нас ближе после обеда, к концу дня, после обеда народ идет. Мы сказали, что уже раскачались северяне, в основном Муйский, Акинский. Да, отдаленные районы раскачались. Почему думаете, почему северяне активнее? Ну, я думаю, что они, как бы, более мобилизованы в силу суровых условий. Но, я думаю, у нас город тоже не подведет. Мы тоже будем надеяться, поэтому давайте отдадим свой голос. Я напоминаю, что сегодня в прямом эфире мы общались с заместителем председателя избирательной комиссии Республики Хакасия Ирины Сергеевны Адмаевой, которая приехала перенимать опыт наш положительный, а также депутата Народных Урала Баиром Циреновым. Спасибо вам за беседу. Я напоминаю, что сегодня мы также будем следить за развитием ситуации на избирательных участках. Следующий выпуск вас ждет ровно в 15 часов. Не пропустите, смотрите ТВ-ком. А в половине второго ночи вас ждет специальный выпуск. К нам в студию придет Алексей Циденов. И тоже поговорим о сегодняшних выборах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова